Всем привет! Очередная распаковка. В этом выпуске будет очень много всего интересного. Пока сам не знаю, что это, но, судя по трек-номерам, много всяких интересных штук. Сейчас распакую, сами увидите. В конце видео будет тоже небольшой тест. У меня все последние видосы заканчиваются тестами. И сейчас разберёмся, что у нас здесь. Итак, в первой посылке целых два парометра. Термометра для определения температуры тела. Температуры тела, правильно. Ну, в общем, температуры без всяких там привычных термометров под мышку или ещё куда-нибудь. Сейчас мы один распакуем, посмотрим, как оно работает. Если, конечно, здесь батареечка имеется. Потому что у меня вроде она не имеется. Ай, понятно. Ну, в принципе, можно поискать батарейку сейчас. Всего пара минут поисков. Батарейки нашлись. Пришлось вытащить из пульта для кондиционера. Ух ты, оно даже пищит. Итак, что вот это, какое за штучка? Так, попробуем. Там написано, что можно на лоб или в ухо. Что это оно сейчас показывает? А ну-ка. Замеряем. Вам не видно, но я прикоснулся к колбу. Так, оно пропищало, что всё, 36,6. Да ладно. Может, оно всем показывает 36,6. А ну-ка сюда. 35,8. Сюда. Что-то даже мерить. Тут не замеряется, что ли. Чувствует, наверное, что не туда. Здесь у меня потеплее будет. 35,7. Ну, вроде как бы штука работает. Прикольная вещица. Удобно дома. Особенно, если у вас ребёнок капризный. Градусник. Не разбить обычный термометр. Там же это внутри штука такая короче, которую нельзя разбивать. Ртут называется точно. Стоит оно в районе, по-моему, 20 долларов. Ну, не сказать бы, что совсем дёшево. Но это один раз купили. И должно надолго её хватить. Инструкция там в комплекте идёт. Хотя, зачем здесь инструкция? И так всё просто и понятно. И без инструкции. И так, что у нас здесь дальше будет? Раз, два, три. А, это моё, наверное. А, ну да. Это зарядки для АТ-300. Вам они не интересны. Просто зарядки для АТ-300. Это мы распакуем в конце. Вроде бы всё отобрал неинтересное. Такого было очень много. Чего бы вам было неинтересно, у меня много всяких камер там, аксессуаров к ним. Ну, как обычно. Давай, открывайся. Ещё один парометр. Ну, это такой здоровый. Это, наверное, температуру всего остального там мерить можно. Вот. Видели, возможно, там сразу температуру в холодильнике замерить ещё где-нибудь. Так, а сюда такие же маленькие батарейки. Хорошо, что я их не спрятал. Сейчас сразу его проверим. Тоже удобная вещица. Итак. Ладно, сразу покажу. У меня есть водичка. Это для последнего теста. Потом узнаете, для чего она надо. Так. И просто направляем, нажимаем. Да, 30... 33,9. Главное в одну точку. Ну, как оно далеко работает. 33,8. Вот есть у меня попрохладнее водичка. 23 градуса. Работает, что Кенция показывает температуру. Прикольно. А ну-ка, налог. Ну, понятно, это не для этих целей, собственно, парометр. Всё, можно вытащить батарейки. Минус 50, плюс 500 градусов. Ничего себе. Диапазон. Неплохо. И... Предпоследняя посылочка. Ой, сколько тут всего. Прикольно. Это телефон или что так упаковывается? Сколько же их здесь? Картфон. Телефон-карточка? Как она вытаскивается-то? Что заклеено? Ну, точно не высовывается. Наверное, всё-таки вот здесь она открывается. Ну, не беда. Сейчас мы разберёмся. Сейчас мы разберёмся. Через микро-карточка. И вот здесь мы используем. И вот здесь мы используем. Поэтому сразу отлаживаем и просто запускаем. Весит очень лёгкая штука. Прикольно. Сейчас мы замеряем, сколько она весит. Только снимем вот эту упаковочку. Как она снимается-то? Всё так плотничком здесь. А, это силиконовая штука. Ух ты. Прикольно. Первый раз такое вижу, если честно. Первый раз вижу такой телефон. Да ладно. Это телефон? А где батарейка? Вот это прикол. Стандартная кнопка включения. Нет, не включается. Что это такое? Как оно? Как здесь вообще? Что это такое? Что это мне прислали? Задняя крышка не открывается. Посмотрите. Реально. Вещь. Телефончик весит грамм 20, наверное. 35 грамм весит. Прикольно. Ну, надо же запустить. Так несерьёзно. Аж так какая-то штука снизу. Включатель, выключатель что ли. Да, оно запустилось. Даже пишет. Да, нужно вставить сим-карты. Ну, в принципе, экран не надо. Ну, эта вещь реально прикольная. Сколько она стоит? По-моему, в районе 30 баксов. Можно забыть про кнопочные телефоны старого образца. Вот это реально новый кнопочный телефон. И, по-моему, там заявлено было, что он должен работать неделю. Ну, тут, наверное, я не пойму на китайском. Да, непонятно. Но было заявлено очень много. Давайте я вам просто скажу, как телефон сам называется. AEQ Mini K8. О, в общем, лучше показать. Так вам будет проще вести. Вот такая вот штука. Такой мини-телефон. Судя по всему, на одну сим-карту. Выглядит круто. Вообще. Я прям смотрю. И в шоке. Китайцы молодцы. Столько всего понапридумывают. Здесь даже такая штука есть. Инструкция на китайском. Это, собственно, другая модель. Здесь два, черный и белый, должен быть, наверное. И это уже совсем другой аппарат. И весит немного побольше. 37. 37 грамм. Но вес у того и у этого совсем маленький. Непривычно даже. Так, куда это вставляется? Нет. Это для не тех целей. Какая-то штука. Ага, это включатель-выключатель. Прикольно. Включим его, что ли. Так, сейчас скажу вам, как называется аппарат. Ничего себе. Даже нечего мне про него рассказать. Ничего я о нем не знаю. Но, насколько я помню, насколько я помню, он идет с повышенной защитой от радиации. По-моему, что-то такое интересное. Так, по-моему, переключатель не в ту сторону. И вот так вот включилась она даже. Прикольно. Ну, куда сим-карту вставлять? Куда там сим-карту вставлять? А, ну здесь просто снизу резиночка такая высовывается. Сейчас она вот так просто высовывается. Да, и сюда вставляется сим-карта. Походу обычного, стандартного размера. И заряжена полностью. А здесь у нас что? Тоже на одну сим-карту. Ну, тут примерно похоже. Телефончик, телефонная книжка есть. И оно все так нормально даже выглядит. Можно листать. Установки какие-то есть. Статус памяти. А, это все, собственно, установки. Статус памяти. Здесь можно сообщения даже прочесть, наверное. Поиск контакта. Прикольная вещь. Не знаю, пишите в комментариях, как вам оно. Для меня совсем непривычно. Вот эта клацая, ну, реально, весит как пушинка. Куда вставляется сим-карта, я так и не допер. Да, она вставляется. То есть, еще и инструкции так все понятно написано. Вот, собственно, сим-карта вставляется вот сюда. А, надо было сзади посмотреть. Крышка здесь снимается. А как здесь снимается крышка? Не туда, не сюда, не туда. Ладно, потом разберусь. Или, походу, пока буду записывать, разберусь. Пока непонятно. Ну, собственно, точно такой же второй. Который мы не будем смотреть. Такой же, а тоже даже черный. В комплекте идет просто зарядочка и скрепочка. Не понял, для чего нужна скрепочка. Там снизу можно подлезть чем-нибудь другим. Ну, хорошо, что она есть в комплекте. Так, скрепка сюда. И последняя посылка. Но не самая скучная. Раз, два, три. Ничего себе, что это. Посыдно. Угу. Итак. Это, по идее, должен быть Xiaomi. Xiaomi. Специальный анализатор воды. Раньше, чтобы анализировать воду, нужно было ее куда-нибудь сдавать на экспертизу. Чтобы узнать, чего там много, каких примесей, можно ли ее вообще пить. А здесь вот такая вот штучка. Это опускается, наверное, в воду. Датчик. Оно показывает что-то PPM. А что? Ну, это нужно разобраться вначале. Что она там должна показывать. Ну, в общем, какое-то количество, наверное, вредных веществ на грамм. Что-то вроде этого. Ну, давайте посмотрим. Как она заряжается и куда вставляется батарейка. Вот сюда вставляются две такие батареечки. И штука работает. Так. И, собственно, в чем эксперимент. Вот у меня есть три стаканчика. Это у нас... Так, водопроводная вода. Так, вначале у нас будет водопроводная, а потом прокипяченная водопроводная. А потом в баклажке такая покупная вода. И замеряем у нас водопроводную воду. Что показывает? 828, 830. Ну, я думаю, 835 еще и растет. А что это означает, собственно, непонятно. Ну, главное, чтобы оно разные цифры показывало. О, 0. Быстро отходит. А здесь 950. Интересно, а что это? Хоть бы инструкцию Xiaomi запилили какую-то, чтобы я знал. Чем больше, тем лучше. Чем меньше, тем лучше. Пока непонятно. 0. О, да ничего себе. Здесь, значит, по 800. А эта, которая покупная, здесь 180. Ну, это значительная разница. Так что эта штука реально что-то видит. А что она видит и что это обозначает? Нужно вам порыться в интернете, потому что сам я не знаю. Сам сейчас буду искать и разбираться со всеми этими штуками. Всем спасибо за просмотр. Пока. Обнаружил на коробочке сзади вот такую вот штуку. Здесь как бы все объясняется. От 0 до 50. Обозначает вот это. Что это обозначает, я не знаю. Ну, в общем, все есть. Только просьба, кто знает китайский, переведите, пожалуйста. А то я не в курсе. Может быть, в интернете уже все переведено. Но пока непонятно. Непонятно, что это значит. Разберемся. Разберемся.